сегодня попробую рассказать вам несколько историй о химии химию простой которая позволяет нам контролировать биологию биология вещь очень сложная все мы достаточно сложные биологические объекты и в то же самое время каждый из нас я считаю должен знать органическую химию потому что каждый из нас это как вы возможно видите здесь это коллекция органических молекул это может сказать любой эта фраза на самом принадлежит очень известному астроному и популяризатору науки карлу сагану который когда-то так и сказал я и каждый из вас коллекции органических молекул ну а что еще важно что важно то что поведение этих органических молекул является ключом пониманию биохимии наши чувства наши эмоции опосредованы органическими молекулами а некоторые из них достаточно простые вот например есть такая простая структура которая является формулой страха помните было такое кино когда-то и детектив братьев вайнер очень давно и это молекула является молекул адреналина каждый раз когда вы испуганы именно эта молекула позволяет вашим мышцам реагировать быстрее а именно поэтому вы немножко быстрее реагируйте на все если другие молекулы которые отличаются другие эмоции например есть такая замечательная молекула серотонина ее называют иногда молекула счастья потому что она вырабатывается когда вы например отведали казанского гуся и протеины превратили самокислоты некоторые из них изменились например вот из трианина получается серотонин вы чувствуете себя довольным и расслабленным другая молекула мы тоже молекула связанная с эмоциями это та молекула который выделяется когда кормящая мать взаимодействует со своим ребенком та же самая молекула выделяется когда вы влюблены называется окситоцин и как вы видите наверное что формула называется формула любви окситоцин форма счастья намного проще чем формула любви такая философская посылка для нас может быть подумать о чем-то как же думают химики устроили мозг химика по-другому от мозга человека ну конечно те же самые важные молекулы определяют эмоции и для химиков но химики думают немножко и по-другому дело в том что химия на мой взгляд это самая креативная из естественных наук это та наука которая постоянно создает свои собственные объекты если что-то в мире не существует вот для физика это может быть проблемой то есть может быть надо строить огромный циклотрон за многим миллиарды долларов а химики могут это сделать иногда за один день иногда за несколько для биологов все тоже намного сложнее потому что объекты должны быть жизнеспособны и в общем все намного сложнее опять же химики создают свои собственные объекты для исследования один из основных источников вдохновения для химиков конечно является периодическая система менделеева это так называемая может быть ее можно назвать карты острова сокровищ если посмотреть на и inteo в общем то здесь много элементов из так 118 но есть очень интересный элемент есть например элемент под названием московий элемент под названием самарий и что интересно не тот не другой не связан ни с москвой не сама райка интересной стороны есть еще один нет который назвать у рутении и этот элемент напрямую связан с казани он был открыт здесь в казани казанским профессором карлом клаусом который назвал его рутением в честь латинского названия древней руси здесь есть небольшая карта как если пойти в том направлении меньше километра вы найдете самые первые образцы рутения которые хранятся в музее казанской химической школы таблица менделея является источником вдохновения и вопрос в том что 118 элементов достаточно ли это для химиков для того чтобы создавать все что им хочется ну оказывается что на самом деле нам и не нужны 118 элементов потому что есть еще элемент такой как воображение креативность и они позволяют расширять границы возможного здесь вот опять же представлена такая рядом с таблицами деле его небольшая карты на которой написаны термины из математики там есть графы то есть теория графов математики есть еще дополнительные термины что же написывает вот эта картинка она описывает карту химической вселенной так называемая которая содержит 166 миллиардов молекул для того чтобы создать вот эти 166 миллиардов молекул достаточно всего 17 тяжелых атомов 8 разных типов углерод кислород азот сера фтор хлор бром йод все галогены и добавить немножко водородов и получается 166 миллиардов разных молекул в основном эти молекулы еще не известны не сделаны они как бы только вот были найдены в компьютеры но в принципе каждая из этих молекул является чем-то особым и кроме того она в общем то даже и не нужно не то что 118 элементов периодической системы а даже вот эти 8 если просто взять углерод и водород оказывается что 167 атомов углерода и 330 чем-то атомов водорода достаточно для того чтобы создать количество вариантов которые превышают количество частиц во вселенной то есть химическая вселенная она не меньше чем вселенная физическая то которая как мы знаем бесконечно то есть химия тоже бесконечно в принципе никогда нам не хватит атомов для того чтобы сделать все возможные молекулы этот вопрос насколько же мы знаем если то что потенциально возможно быть это бесконечность сейчас около 125 миллионов соединений известно около 68 индивидуальных компонентов индивидуальных молекул и из этого огромного количества около 60 миллионов было сделано химиком то химиками то есть химики становится основным источником новых соединений кроме того это очень интересно потому что все молекулы разные нет молекул который обладают и метичным набором свойств каждая из молекул это микрокосм новых потенциально интересных полезных свойств и кроме того Когда мы начинаем соединять фрагменты в большие молекулы, возникают новые свойства, которые не сводятся к свойствам первоначальных молекул, так называемые emerging behavior, если я перейду на английский на секунду. Те свойства, которые, опять же, возникают и не могут быть сведены к совокупности предыдущих свойств. Ну, это как бы всем нам понятно, каждый из нас это совокупность атомов, но мы намного больше, чем просто атомы. Если химическая вселенная настолько велика, как я описал, и потенциально бесконечна, то как же нам в ней ориентироваться и как же находить пути к решению практических проблем? Ну, здесь можно подходить по-разному. Вот то, что я надеюсь, вы видите на этом слайде, это набор точек. Каждый из этих точек экспериментальный факт. То есть у нас есть факты, они нам нужны для того, чтобы что-то знать о вселенной, прежде чем начинать делать молекулы. Это знания. Знания можно каким-то образом соединять, используя опыт, используя какие-то законы вселенной. И вот у нас опять возникает так называемый граф, если, опять же, вы математик, вы знаете, что это такое. Какие-то взаимодействия между определенными знаниями. Но это не единственный способ смотреть на любую проблему. Можно посмотреть на ту же самую систему и увидеть что-то совершенно другое. В данном случае те же самые точки соединились, и у вас получился котенок. То есть креативность – это большая часть того, как химики пытаются находить что-то новое. Видеть, смотреть на то, что видели многие перед вами, и видеть что-то совершенно новое свое. Об этом я попытаюсь рассказать сегодня. Год назад я тоже читал здесь же лекцию о совершенно другом. Я читал лекцию о том, почему химики делают циклы. Циклы, молекулы которых в химической связи завязаны в цепочку и потом концы связаны, они очень важны, потому что у них есть определенная стабильная форма. Из них можно строить молекулярную архитектуру, можно строить более сложные молекулы. Это одна из причин, почему циклы очень важны. Но кроме того, используя циклические молекулы, можно делать что-то другое. И в данном случае я расскажу вам, как из циклических молекул можно построить мышеловку. И еще расскажу, зачем нам надо строить молекулярные мышеловки. Ну, опять же, мышеловке очень полезно. Здесь такая цитата «Постройте мышеловку лучше, и мир проложит дорогу к вашей двери». Такая известная цитата, американский философ Ралф Валдо Эмерсон это когда-то сказал. И вот какая же может быть мышеловка, построенная с молекулами. У молекул есть определенные предпочтения, например, есть определенные предпочтения между углами связей. И если эти углы связи исказить, сделать слишком маленькие, у них повышается энергия, и они хотят перейти в другое, более выгодное состояние. И пример такой молекулы является вот эта молекула, которую вы здесь видите. Это цикл, сделанный из четырех атомов, три из них атома углерода, один атом азота, и кроме того, один из атомов углерода связан с кислородом двумя связями. Это так называемый бета-локтам. Просто квадрат, в котором один из углов – это атом азота. Казалось бы, что в этом интересного? Ну, оказывается, что если посмотреть на многие важные молекулы, то такие фрагменты иногда появляются. Я покажу вам одну из таких молекул. То есть вы видите, внутри вот этой важной молекулы, молекулы пенициллина, находится вот этот квадратик с азотом. Это так называемый бета-локтам. И это есть та самая ловушка, та самая мышеловка, которую пенициллин использует для того, чтобы проявлять свою биологическую активность. Как же это происходит? Пенициллин – это молекула, которая препятствует образованию бактериальной стенки бактерий. Бактериям нужна, как и всем нам, чтобы у их клеток, их дома были стены, крыша, они были достаточно прочные. Из этого отвечает энзим, который называется на следующем слайде транспептидазом. Такое сложное имя. Что мы видим на этом слайде? Мы видим, сначала здесь появляется молекула пенициллина, она встраивается в такую молекулярную яму, в которой находятся несколько функциональных групп. Одна из них – это атом кислорода. Эта яма – это на самом деле активный центр энзима транспептидаза, который отвечает за построение бактериальных стенок, и она строит их из кусочков аминокислот, соединяя их разными сложными способами. Что происходит? Происходит срабатывание мышеловки, и в эту мышеловку попадает как раз вот этот фермент. Как только кислород из активного центра фермента видит бета-локтам, он атакует атом углерода, разрывается связь между углеродом и азотом, пружина, которая спрятана в этой мышеловке, срабатывает, и образуется новая связь. И молекула пенициллина уже модифицирована, деактивирована, остается навсегда в этом активном центре фермента. То есть фермент уже не может работать, в результате бактерии не могут строить бактериальные стенки, и в конце концов просто умирают. Для того, чтобы мышеловка сработала, нужен атом, в котором есть повышенная плотность электронов, так называемый нуклеофил, и как раз атом кислорода в активном центре является этим повышенным нуклеофилом. Хорошо. То есть это вот один пример. Пенициллина сам по себе достаточно простая молекула, в которой находится ключевой структурный элемент, 4 атома в цикле, позволяет, становится антибиотиком, который спасает многие сотни тысяч жизней. Оказывается, что те же самые простые подходы можно использовать для решения других проблем. И на этом слайде вы видите другую молекулу, которая тоже по-своему замечательна. Молекула называется таксол или поклитоксел, у неё несколько имён, и она используется для лечения рака. Многих типов раков, но в основном рака молочной железы. Что интересно, она была открыта когда-то совершенно случайно, была программа в Национальном институте рака Америки по изучению веществ из природных источников. И таксол был одним из таких веществ, которые совершенно случайно решили попробовать, и нашли очень впечатляющую биологическую активность. Но была и проблема. Для того, чтобы найти это соединение, нужно было найти редкое дерево, Тихоокеанский кис, которое растёт в определённых частях Америки. И дерево для того, чтобы из него добыть 1 грамм таксола, нужно было полностью срубить, собрать всю кору, и потом на одного человека примерно у нас будет достаточно соединений. То есть было понятно, что в конце концов мы вырубим дерево, все деревья растут около 200 лет, и на этом таксола больше не будет. Что же делать? В таких ситуациях на помощь приходят химики, которые начинают придумывать, как это соединение можно сделать по-другому. И если посмотреть на таксол, оказывается, к сожалению, что он на самом деле слишком сложен для того, чтобы его делать с нуля. У него 11 асимметрических центров, там очень много интересных функциональных групп, очень сложная форма молекулы, но у него есть интересная особенность. Таксол представляет, по сути, две молекулы в одной. Одна такая большая, полициклическая, и к ней приделал небольшой хвост. Это такая причудливая смесь, которую могла придумать только природа. И что же делать? В этой ситуации можно посмотреть, откуда мы можем найти два фрагмента. И оказалось, что вот этот большой, сложный, необычный фрагмент находится на много более распространённом растении. Это обычный английский тис, который в принципе растёт как кустарник. Его можно срезать ножницами и оттуда выделять вот эту половинку таксола. То есть, казалось бы, проблема должна быть решена, потому что вторая часть молекулы достаточно простая. И всё, что у нас осталось в этой ситуации, это просто прицепить хвост вот этому молекулярному ослику. Ослик – это у нас большая молекула, и такой небольшой хвост, и просто не вслепую, используя знания химии, посадить его в нужном месте. Казалось бы, это просто. И этим занялся один из моих коллег в университете штата Флорида, профессор Боб Холтон. И не только он, а занялись очень многие другие. Было, по-моему, 7 разных групп, которые пытались сделать таксол разными способами. Но вот этот способ был, казалось бы, самым простым. И он был основан на очень простой реакции. Реакция, в которой мы берём, так называемую, керпосильную кислоту, берём ОН-группу, убираем молекулы воды, образуем новую связь. И вот две молекулы соединены в одну молекулу таксола. Это то, что нужно. Ну, для того, чтобы это было практически полезно, надо, чтобы выход был достаточно высоким, надо, чтобы не терялась сложность молекулы, чтобы она не разрушалась при этом. И оказалось, что это сложно, что это никак не получается, хотя реакция классическая из учебника это реакция эстерификации, образования сложного эфира из кислоты и спирта. Что же делать? Пришлось находить нетривиальное решение. Один из наших реагентов содержит гидроксильную группу, группу ОАЖ, кислород, в которой находится избыток электронной плотности, это нуклеофил. Если мы используем такую же мышеловку, как мы используем, как миницилин, когда-то, возможно, нам удастся этот нуклеофил поймать. Вот здесь есть картинка. Это ёжик, который сидит в норе, и нам нужно этого ёжика как-то за хвост поймать и прицепить к нему хвост. А он сидит в норе, он колючий, и он ещё как бы туда не проникнуть. То есть это была как раз та самая проблема, потому что ОАЖ-группа в этом половинке таксола была спрятана в глубине молекулы. То есть к ней надо было добраться и очень быстро прицепить этот молекулярный хвост. И оказалось, что решение пришло, используя как раз, опять же, бета-локтам как молекулярную мышеловку, которая быстро хватает ОАЖ-группу и присоединяет тот самый нужный фрагмент. Если вы видите, кроме того, есть здесь ещё один такой штрих, который просто гениальный. Атом азота, который соединяет бета-локтам в кольцо, оказывается одним из атомов азота в продукте. То есть очень эффективно. Получается практически та самая идеальная структура, практически такой элегантный мат в два хода, когда очень эффективно достигается интересный синтез. Таким образом, мы использовали ту же самую структурную единицу бета-локтам для того, чтобы достичь совсем другой цели, сделать молекулы. И что оказалось, кроме того, интересным и полезным, этот синтез оказался настолько эффективен, что он принёс университету штата Флорида около 350 миллионов долларов за патент. И Боб Холтон, кроме этого, получил около 100 миллионов долларов как изобретатель. То есть новое здание было построено, потому что кто-то придумал очень интересную, практически важную химию. Этот пример синтез таксола – это как раз одна из иллюстраций о том, насколько важно иногда просто соединить две молекулы в одну. Какая-то простая химия, которая позволяет нам строить что-то более сложное, из чего-то более простого. И эта идея стала идеей, концепцией, которая называется клик-химия. Клик – это тот звук, который происходит, когда мы пристёгиваемся в машине, щёлк-клик. И когда-то нобелевский ауриат профессор Барри Шартлес предложил, что, может быть, нам не надо находить более сложных реакций, давайте попробуем найти простые реакции, которые работают всегда и везде. И вот это была концепция клик-химии. Я когда-то читал лекцию о клик-химии, я её читал 14 февраля, в День Святого Валентина, и тогда я сделал такой слайд, мы тоже занимались немножко клик-химией. В принципе, можно думать о клик-химии как способе помочь двум молекулам найти друг друга и жить вместе долго и счастливо. То есть найти, построить вот это соединение, соединиться в одну ячейку, как бы, молекулярного общества. И оказалось, что решение этой проблемы пришло из совершенно неожиданной реакции. Здесь вот есть показанная, опять же, реакция внизу. Есть две функциональные группы, в одной из них три атома азота, она называется азид, в другой два атома углерода, связанные тремя связями, это так называемый алкин. И вот эти две группы могут реагировать, образовывая цикл, и когда они образуют цикл, они соединяются. Эта реакция была известна, известна достаточно давно, изучена профессором Хьюзгеном в Германии, в Мюнхене. Но она никому особенно была не нужна, потому что она работала не очень хорошо и была не очень селективна. Если найти способ эту реакцию сделать более эффективной, то можно решать разные проблемы, например, в биологии, в медицине. Если мы можем пристегивать молекулы друг к другу, то мы можем создавать новые лекарства, разрабатывать более эффективные способы лечения, можно настраивать молекулы для взаимодействия между собой, для взаимодействия с другими компонентами клеток. Было бы полезно, можно было бы увеличить эффективность, снизить побочные эффекты. Хорошо. Ну а как же это сделать? Ну и опять же, я показываю кликхимию, и идея в том, что мы можем соединять две молекулы. В данном случае я поставил две молекулы, которые выглядят как два футбольных мяча, потому что у нас идет чемпионат Европы, конечно. Ну и кроме того, вот эти две молекулы, бакеболы, а это те молекулы, которые открыл когда-то один из моих коллег во Флоринском университете, профессор Хэри Крот, и получил за это Нобелевскую премию, так называемые бакеболы или фуллерены. Их тоже можно присоединять, используя эту химию. И опять же, вопрос в том, к чему это может привести. Для того, чтобы начать исследовать возможности кликхимии, нужно было придумать реакцию, которая действительно будет хорошо работать. И здесь повезло, ну повезет тем, кто много работает, молодому профессору из Калифорнии, Валерию Фокину. Валерий работал первоначально с профессором Шарпнисом, который предложил концепцию кликхимии, а потом открыл свою собственную лабораторию. Ну, тем не менее, они сотрудничали с профессором Шарпнисом. И вот в какой-то момент ему пришла в голову совершенно странная идея, но он решил ее попробовать. Идея была в том, чтобы добавить аскорбиновую кислоту в реакцию между азином и алкином с использованием, с катализом солями меди. То есть он поехал, купил баночку аскорбиновой кислоты. То есть витамин С помогает не только людям, но и реакциям. Здесь происходит реакция между двумя азинами, двумя алкинами, образуются два новых цикла. Та самая баночка кислоты, которую он купил, аскорбиновой кислоты, он купил ее в обычном продуктовом магазине Trader Joe's, их много в Калифорнии. Это запись из его журнала лабораторного. Здесь написано, что мы просто все это смешали в воде, добавили 2% соли меди, 20% аскорбиновой кислоты, и у нас получилось с выходом 100% вот этот продукт образования цикла. Мы соединили три молекулы в одну. Опять же он пишет на английском языке, что это выглядит очень продуктивно, давайте мы это будем исследовать. И оказалось, что, ну кроме того, он решил, что может быть стоит об этом рассказать миру. Есть такой журнал Chemical Engineering News, журнал Американского химического общества, в котором обычно публикуют, если что-то интересное происходит в мире химии, об этом публикуется статья, короткий обзор. Вот они послали вместе с Шарплисом, у Шарплиса тогда уже была Нобелевская премия, короткий отчет о том, что вот мы открыли такую реакцию, и им ответили, что реакция слишком простая, это никому не интересно, давайте вы не будете нас отвлекать, у нас есть более сложные, более важные реакции. Ну, оказалось, через следующие 10-15 лет, что эта реакция стала популярной в мировом масштабе. Оказалось, что, используя эту реакцию, можно собирать практически все, что угодно. Можно брать самые разные молекулы. Здесь вы видите молекулы, которые, здесь вы видите углеродные нанотрубки, поверхности, биологические молекулы, ДНК, протеины, полимеры. И если у нас есть способ в определенной позиции ввести азид, то мы можем их соединить с любой молекулой, в которой есть ацетилен. И количество вариантов росло практически геометрически. Очень скоро десятки тысяч статей были опубликованы с использованием так называемой кликхимии. И это стало популярной частью химической философии. Реакция огромного общего значения. Кроме того, в университете сначала Беркли, а потом Стэнфорд и Каролина Бертози решила, что, может быть, можно эту реакцию научиться делать и без меди, просто изменив структуру тройной связи. Если взять обычную тройную связь, она линейная. Это та геометрия, которая нравится атомам в этой функциональной группе. Но можно, опять же, образовать цикл и изогнуть эту тройную связь, сделать ее еще более реакционно способной. И это, опять же, было известно давно. Был такой немецкий химик, Крепс, который когда-то сделал это соединение. Восемь атомов включая тройную связь, циклоактин. И заметил, что он реагирует с азидами очень-очень бурно. Написал, что это похоже на взрыв, настолько бурно реагирует. То есть, опять же, у нас есть молекулы, в которой как пружина запасена энергия. Если посмотреть на следующий слайд, здесь вы видите какие-то объекты, которые непонятно что, но некоторые из них начинают светиться. А у них появляются цвета, зеленая флуоресценция. Эти объекты клетки, живые клетки. Почему же они начинают светиться? Они начинают светиться, потому что Каролина Бертози и ее студенты кормили живых. Есть маленькие эмбрионы рыбы, так называют зебра-фиш. Они могут в свой рацион включать сахара, в которых вместо одной группы, обычной группы H, вводится азидная группа. И они совершенно нормально живут на поверхности клеток, но на поверхности клеток появляется та самая функциональная группа, азид, которая может использоваться в кликхимии. И можно, используя кликхимию, брать партнер, циклоалкин, в котором привязана флуоресцирующая метка. И теперь у нас появляется возможность видеть поверхность клетки, например. Тот самый момент, когда на поверхности клетки появляются азиды. Можно делать какую-то кинетику, смотреть, как быстро происходят химические процессы. Можно просто очень хорошо видеть определенные части клетки, которые мы таким образом сделали флуоресцентными. Ну и, опять же, это стало очень популярным. Очень быстро люди, особенно биологи, стали это использовать. Потому что это очень простая химия. Мы смешали два реагента, и вот у нас получилось что-то, что мы можем видеть. Это очень помогает людям. Что интересно, 22 года примерно прошло. После первоначального открытия кликхимии, катализируемой кислами меди, Нобелевская премия была дана за кликхимию. И она была дана Каролине Виртозе, Мартину Мелдалу, скандинавскому химику, и Барри Шарпинсу, который предложил эту концепцию. Вы можете меня спросить, а где же Валерий Фокин? Ну, я добавлю Валерия Фокина на этот слайд, но он не получил Нобелевскую премию. И здесь очень сложная комбинация факторов. Нобелевскую премию дают не более чем трем людям. И вот, к сожалению, он был четвертым. На мой взгляд, он заслужил ее больше, чем Мелдал. Но, опять же, никто не знает, что происходит в голове членов шведской академии. Тем не менее, я хочу вам сказать, что Валерий чувствует себя замечательно. Вот эта фотография, которую, может быть, вы видите, была снята всего неделю назад на озере Севан, где мы с ним совершенно случайно встретились. Он улыбается. И на самом деле его не стоит жалеть, потому что он продолжил заниматься очень интересной химией. Я вам покажу одну молекулу, которая является очень-очень большой молекулой. Но она была построена, используя логику кликхимии. Что мы здесь видим? Мы видим такой большой диффузный объект. Этот объект, вы не видите никаких атомов, потому что атомы слишком маленькие. Это моноклональное антитело. Оно большое, у нее определенная форма, и у нее есть способность находить нужное место в биологических объектах. Она может куда-то прийти и с чем-то связаться. Если посмотреть более внимательно этот объект, мы видим, что здесь еще такие красные точки, которые привязаны к моноклональному антителу синими хвостиками. То есть, опять же, вот кусочек. Мы видим красные точки. Красная точка – это та молекула, которая отвечает за биологическую активность. Синий хвостик – это то, чем биологически активная молекула привязана к антителу. В какой-то момент этот хвостик рвется, просто в результате взаимодействия с водой. И груз, красная молекула, проходит и ингибирует процесс починки ДНК в раковых клетках. Если раковые клетки не могут чинить разорванную ДНК, они в конце концов погибают. То есть, давайте теперь посмотрим более внимательно на вот эту часть, на этот умный груз. Ну, во-первых, здесь есть, конечно же, вот это антитело большое. Но мы вот это все абстрагировали, и просто вот теперь на эту маленькую часть смотрим. Здесь, на самом деле, много всего интересного. Здесь есть вот та самая молекула, которая отвечает за биологическую активность. Есть та связь, которая порвется в результате гидролиза. Но, кроме того, здесь есть, как видите, и та самая молекула, та самая часть, которая сделана с использованием клик-химии. Хороший конец для этой истории. В 2020 году компания, которая разработала эту молекулу, в которой участвовал, как один из основателей, Валерий Фокин, была приобретена огромной фронатистической компанией Гелия за 21 миллиард долларов. Это соединение уже одобрено для использования в клинике. Первый год 680 миллионов долларов, второй год более 1 миллиарда долларов. Как бы вот это соединение начинает себя окупать. Опять же, простая химия, но она позволяет контролировать биологию, которая весьма интересна. Еще одна простая реакция. Опять же, реакция, в которой образуется цикл. Что в ней интересно? Это так называемое, у нее есть имя, это циклизация Бергмана. Она названа в честь профессора Бергмана, опять же, профессора в университете Калифорния Беркли. Роберт Бергман, очень известный американский химик. Я знал его работы во многих областях. Когда я его пригласил к нам прочитать лекцию, он сказал мне, что он в детстве говорил по-русски, его мама русская. Кроме того, что здесь происходит? Здесь есть молекула, которая есть 6 антонфуглерода. Две тройные связи, одна двойная связь. У нее есть имя химическое, ендиин. Она циклизуется. Образуется новая связь, и образуются два центра, в которых есть неспаренные электроны. Это так называемые радикальные центры. Эти радикальные центры могут отрывать атомы водорода, и у нас получается, в конце концов, стабильный продукт – молекула бензола. Молекула бензола очень простая, ее можно сделать намного проще. То есть это очень дорогой, совершенно никому не нужный способ приготовления очень простой молекулы. И, казалось бы, что в этом интересного? И когда-то ее Бергман опубликовал в 70-каком-то году, и, в общем-то, ничего дальше не происходило особенно. Но было интересно, что получается вот этот дирадикал, потому что радикалы так просто не получаются. Радикалы – это высокоэнергетические частицы. А здесь оно получалось достаточно просто. И, в принципе, это, опять же, иллюстрация очень интересного принципа в науке, который мне очень нравится. Если вы хотите создать что-то нестабильное, например, радикал, нужно одновременно создать что-то стабильное, что понизит энергию системы. В данном случае это образование вот этого шестчленного кольца, бензольного кольца. И, в принципе, этот подход можно применять для многих-многих реакций. Я даже решил, что это общий принцип науки, который заслуживает того, чтобы дать ему имя. Ну и какое бы имя... Ну, если есть искушение дать имя важному научному принципу, то я решил дать имя в честь одного из моих личных героев. То есть я предложил назвать его принципом кота-матроскина. Почему? Потому что продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, правильно? У нас денег нет. То есть если вы хотите сделать что-то нестабильное, надо сделать что-то стабильное одновременно в то же самое время. И это вот то, почему работает циклизация Бергмана. Стабильность бензольного кольца позволяет нам делать два радикала. Но все равно есть вопрос, а что же с ними делать? Простая, удивительная реакция. И никто об этом не задумывался, но лет через 20 после открытия этой реакции были обнаружены намного более сложные соединения. Они были обнаружены где-то в Техасе, на обочине дороги. То есть там живут микроорганизмы, которые делают эти соединения. Они их используют для того, чтобы обороняться от других нежелательных соседей. То есть эти соединения токсичны. Кроме того, если посмотреть на их биологическую активность, оказалось, что они могут использоваться для уничтожения раковых клеток. И активность этих соединений в тот момент была настолько велика, что вот здесь я цитирую, ендиины – самое мощное семейство противораковых агентов, обнаруженное на сегодняшний день. Это было в 2005 году. То есть у них очень высокая биологическая активность. И молекула сложная. Здесь есть и какие-то карбогидраты, есть и трисульфид. Там очень много функциональных групп. Но оказалось, что основной элемент ответственной за биологическую активность – это вот эти шесть атомов углерода. И работают они через эту очень простую реакцию циклизации Бергмана. То есть образуются два радикальных центра. И эти два радикальных центра работают вместе, в паре. Что же они делают? Они повреждают ДНК в раковых клетках. ДНК – это молекула, сделанная из двух цепочек. Если ее повредить один раз, она по-прежнему остается в водородной связи, держит цепочки вместе. Есть определенные молекулы, ферменты, которые приходят и чинят вот эту поврежденную ДНК. Это хорошо на самом деле, потому что мы можем продолжать жить, несмотря на то, что наша ДНК иногда повреждается. Но если этот процесс происходит в раковых клетках, это не очень хорошо, потому что раковые клетки продолжают жить. Поэтому нужно как-то превратить тот разрыв ДНК, который легко починить, в разрыв ДНК, который не чинится. И для того, чтобы это сделать, надо одновременно порвать обе цепочки. И для этого нам нужны не один, а два радикала. Это как раз преимущество реакции Бергмана. То, что она одновременно делает, создает два радикала. То есть то, что вы видите здесь, это вот тот фермент, который пытался починить двойную цепочку ДНК, но он просто не находит в второй цепочке. Она уже разорвана, и уже два конца достаточно далеко друг от друга. То есть двойное повреждение ДНК, и отсюда и происходит биологическая активность. И казалось бы, вот оно, лекарство против рака. Можно просто его использовать, и всё. Но есть и тонкости. Как мы все знаем, раковые клетки и наши здоровые клетки, они на самом деле очень близки. У тех и других есть ДНК. И для того, чтобы сделать настоящее лекарство, надо, во-первых, чтобы была селективность, нам надо не затрагивать здоровые клетки, только атаковать раковые клетки. Ну и кроме того, хорошо бы, чтобы эффективность была высокой. Потому что это достаточно такая большая, сложная молекула. Ну и что же оказалось? Оказалось, что из природных ЕНДИИНов, тот, который показан здесь, каличамицин, является самым эффективным в плане двойного разрыва. Но даже он разрывает примерно одну треть молекул ДНК дважды. Остальные разрываются только один раз. То есть достаточно сложно это сделать. И кроме того, селективность оставалась проблемой. Даже когда это соединение было присоединено к моноклональному антителу, которое обладало специфичностью для раковых клеток, токсичность была достаточно высокая. То есть соединение было одобрено, использовалось, а потом оказалось, что все равно слишком токсично, и просто доктора не хотели его использовать. То есть проблема оставалась. И как бы она на самом деле до сих пор остается. Но я вам просто покажу немножко другой подход к решению этой проблемы, которую нам удалось в какой-то момент найти. Нам удалось посмотреть на эту старую реакцию по-новому. То есть сначала мы достаточно долго работали над циклизацией Бергмана, пытаясь сделать ее более эффективной, контролировать ее лучше. Это было сложно. Но оказалось, что мы можем слегка изменить молекулу. Можно вместо двойной связи сделать кольцо, в котором есть двойные связи. И можно запускать эту реакцию, используя фотоны света, которые могут проникать через ткани. И при этом происходит циклизация с образованием не шестичленного, а пятичленного кольца. И в процессе этой реакции отрывается не два, а четыре атома водорода. То есть намного более эффективно происходит процесс отрыва водорода, который связан с разрывом ДНК. И действительно оказалось, что если эти соединения использовать для атаки на раковые клетки, то здесь пример, когда у нас концентрация 10 наномоляров, а без света практически нет токсичности, как только начинаем освещать эти соединения в присутствии раковых клеток, раковые клетки погибают. Другое интересное свойство этих молекул было в том, что мы можем контролировать их реакционную способность, используя кислотность среды. У раковых тканей есть такая особенность, они более кислотные, чем здоровые ткани. И разница не очень большая, но здесь показана шкала pH, где-то 5,5 от 7 до 5,5. Это тот диапазон, куда можно понизить pH, увеличить кислотность. Здоровые клетки находятся где-то здесь. И мы здесь видим график, мы видим количество двойного разрыва ДНК у молекул, которые при нормальном pH разрыва очень мало. А если мы смотрим на более кислотные условия, то мы здесь видим до 50%. Это в какой-то момент был новым мировым рекордом. Это связано с тем, как мы соединили молекулы, которые разрывают ДНК, с теми частями молекул, которые отвечают за связывание с ДНК и растворимость в воде. Это был, опять же, пример того, как можно использовать химию радикалов в биологии. И мой последний пример сегодня будет, опять же, связан с радикалами в биологии. Радикалы, на самом деле, это источник больших проблем, поскольку радикалы, они как бы, радикальные процессы никогда не останавливаются, пока у нас есть неподелённый электрон. Один из основных принципов химии в том, что электроны любят образовывать связи, химические связи, два электрона друг друга встречают и образуется связь. Когда у нас есть радикал, у нас есть только один электрон, и он как бы всегда одинок. Поэтому всё время реагирует и всё время происходит продолжение радикальных процессов, так называемые радикальные цепи. Для того, чтобы с этим бороться, химики, биологи используют так называемые гасители и перехватчики радикалов, которые мы часто называем антиоксидантами. Потому что многие радикалы, которые отвечают за нежелательную биологическую активность, это радикалы, связанные с атомом кислорода. То есть мы кислородные радикалы перехватываем и гасим. И опять же, там много интересных молекул, которые вы можете найти в разных добавках, в красном вине и так далее. В красном вине, например, можете найти вот так резвератро. Молекула, в которой есть определённые функциональные группы, например, группа OH, соединённая с бензольным кольцом. И казалось, что такие группы на самом деле очень полезны. Я вам покажу пример того, как можно взять такую группу и придумать что-то новое на её основе. И я хочу об этом рассказать, потому что это всё делается здесь, в Казани. Здесь, в Казани, разработаны такие интересные, истерически затруднённые фенолы. Фенол – это та самая функциональная группа, бензольное кольцо с OH-группой. Оказалось, что если взять вот эту H-группу и с двух сторон поставить что-то такое большое, получаются интересные биологические свойства. То есть, если какой-то опасный радикал, который может реагировать совсем с чем угодно, видит вот этот водород, он его может перехватывать и становиться чем-то неопасным. У нас появляется новый радикал, но поскольку этот радикал хорошо спрятан и хорошо стабилизирован, используя резонанс, он очень-то не опасен, он не пропагирует радикальные цепи, как говорится. Поэтому такие соединения являются хорошими антиоксидантами. И это их интересное свойство, но это не единственное свойство. Оказалось, что если взять такие соединения и в определённой позиции поставить CH-связь, которая достаточно легко разрывается, то эти соединения являются очень хорошими антиоксидантами, но в определённый момент они могут изменять свои свойства. И это происходит, когда у нас повышается окислительный потенциал среды, что типично для перехода из здоровых клеток в раковые клетки. То есть эти соединения являются антиоксидантами и защищают клетки здоровые, но как только они переходят в раковые клетки и их структура меняется, они начинают работать по-другому и становятся токсичными, и убивают раковые клетки. То есть это вот такая интересная концепция. Опять же, вот здесь я показал этот атом водорода, два атома водорода, которые уходят, и у нас получается соединение, которое обладает антираковой активностью. То есть это вот та самая старая история про доктора Джеккела и мистера Хайда, когда у нас совершенно меняется, одна молекула превращается в что-то совершенно противоположное. Один из последних слайдов, здесь я показываю, опять же, некоторые структурные подходы, можно менять, ставить самые разные группы функциональные, это один из многих примеров. Здесь, опять же, показывается масштаб работы, какие разные соединения, в данном случае около 60 разных соединений, в тот момент было сделано, сейчас, наверное, сделано больше, испытана биологическая активность и так далее. Это был последний слайд, как бы я хотел показать, что здесь, в Казани, тоже происходят простые реакции, используются в сложных биологических системах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.